Значит, ведь жир это болезнь, поймите, и то, что вы имеете лишний вес, это нагрузка на все системы вашей организма, в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную, об этом я расскажу в конце, кстати. А сейчас в начале вот с чего начнем. Во-первых, я сегодня вам что расскажу. Что вы узнаете? Во-первых, от чего вы набираете лишний вес, то есть жир? Каковы этому причины? Их много. Какой еще важный фактор надо учесть? Эстрогены у женщин. С 6 вечера женщина, скажем так, у нее сильная выработка эстрогенов идет, очень сильная, где-то с 5-6 вечера, а это фактор жирообразования. Максимальный, как бы, знаете, самый максимум обменных процессов идет с 6-7 утра, где-то до 10-11 утра. И вот тогда и надо есть самые калорийные, если уж есть. То есть, как говорил Суворов, завтрак съел сам, обед поделил с товарищем, а ужин отдай врагу. И это разумно, потому что он видел просто на практике, что происходит. Уменьшается производительность, уменьшаются, как говорится, уменьшаются силы у солдата, у воина, если он нарушает такие правила приема пищи. И тут это правильно. В том числе, особенно важно это для женщины, по какой причине я сказал. Обменные процессы замедляются и совсем сходят на днет практически с 5-6 вечера. И поэтому, если есть после 5-6 вечера, и чем позже, тем хуже, тем эта пища хуже переваривается, труднее. Добавим к этому то, что поджелудочная железа наша, которая что делает? Вырабатывает ферменты для расщепления пищи. Например, амилазу для расщепления углеводов, липазу для жиров, трепсин для расщепления полипептидных цепочек белковых, простых уже молекул, но совсем простые мономеры, аминокислоты, то есть, да? Так вот, поджелудочная идет просто насилие после потребления пищи, после 18, особенно там 20-0-0. Это, видите, связано как в общей гормональной системе организма все рассчитано, а это ведь и по законам природы, ритмам дня и ночи. Все так и должно быть. Утром для активной дальнейшей жизни должна быть самая калорийная пища. Значит, но нюансы такие. Если вы не сходили по большому утром, как говорится, в туалет, то есть вообще нельзя. Лучше до 7 утра, как говорится, все эти дела сделать. То есть, потом упражнения на все группы мышц брюшной, особенно полости, и вот потом выпить воды, потом уже трудиться, что-то сделать по хозяйству, и вот тогда уже есть. Поэтому лучше всего вставать рано утром. Это лучше всего. Сходить в туалет, ну понятно, правила гигиены, зубы почистить, все понятно. Потом, значит, труд физический, хотя бы небольшой, хотя бы 10 минут. Выпить воды, и вот тогда уже можно будет и есть. Воду надо пить всегда до еды, запивать нельзя. А вот, так сказать, гормональная стабильность – это действительно важный момент. У каждого человека свой есть запас прочности и стабильности этого фактора, но мы можем расшатать любой запас прочности. Вот гормональный стресс и половая теория, она, конечно, в какой-то мере верна. Я говорил, вот эстрогены у женщины, чем их больше, тем усиливает больше синтез жира, ускоряется процесс синтеза жира. Имейте это в виду, дорогие друзья, все очень просто, как вы, наверное, поняли сегодня, но лишь надо, надо этим задуматься, надо это знать, задуматься, потом осознать, выбрать путь свой, не лениться и быть стойким на данном пути, правильном. Тем более, а вы знаете, что этот путь правильный и обязательно при стойкости и при выполнении этих работ вы обязательно получите желаемый результат. По-другому быть просто и не может, по-другому просто не бывает. Всего вам самого лучшего, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok